В России, в Брянской области, горят резервуары с нефтепродуктами, а в Курской области, по заявлениям властей, обстреляли объекты энергоснабжения. Два района области остались без электричества. Могут ли военные действия перекинуться на территорию России? Или это уже произошло? До конца года Россия потеряет в войне против Украины 100 тысяч российских солдат, так говорит Владимир Зеленский. Несмотря на это, российские провоенные телеграм-каналы сообщают о продвижении россиян возле Бахмута. Минсек НАТО говорит, что Альянс не может допустить победы Путина, а министр иностранных дел Украины призвал страны НАТО как можно скорее направить оружие в Украину. Это прямой эфир телеканала Настоящее Время. Меня зовут Владимир Михайлов. Здравствуйте. И моя традиционная просьба в начале нашего эфира, если вы смотрите нас в Фейсбуке или на Ютуб-канале Настоящее Времени, обязательно подпишитесь и поставьте лайк этой трансляции, чтобы ее увидело как можно больше людей. Итак, я начну с новостей из России. В Брянской области, в приграничном с Украиной регионе, горят резервуары с нефтепродуктами. Об этом в своем телеканале написал глава Брянской области Александр Богомас. По его словам, огнем охвачена площадь почти в 2000 квадратных метров. К тушению привлекли 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. О причинах, почему загорелись резервуары с нефтью и бензином, при этом ничего не сообщается. Но российская газета «Известия» написала, ссылаясь на неназванного источника, что пожар возник из-за попадания неустановленного боеприпаса, который был сброшен с беспилотника. Губернатор другого, приграничного с Украины региона Курской области, Роман Старовойт, накануне как минимум дважды сообщал об обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины. По словам Старовойта, 11 ударов вчера были нанесены по Суджанскому району, в том числе прилеты, зафиксированные по объектам энергоснабжения. Из-за этого два района Курской области остались без света. Сегодня утром энергоснабжение было восстановлено. Еще 10 ударов, по данным Старовойта, были нанесены вчера утром по Глушковскому району, и там тоже повреждения получили объекты энергоснабжения. Проверить заявления чиновников в условиях войны оперативно очень сложно. Но добавлю, что упомянутые Курская и Брянская области России граничат с Сумской областью Украины. И вот как раз глава Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил, что за вчерашний день российские военные выпустили по области более 150 мин и других снарядов. Ну а российская армия еще до Нового года потеряет на войне против Украины 100 тысяч солдат убитыми. Об этом накануне в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, несмотря на большие потери, российские войска все еще пытаются наступать в Донецкой области, теряя при этом ежедневно сотни мобилизованных и наемников. Еще этот год Россия потеряет убитыми 100 тысяч своих солдат, и только Богу известно, сколько найманцев. А Украина стоят имя. По данным Генштаба ВСУ, на сегодняшнее утро потеря российской армии в Украине составляет более 88 тысяч человек убитыми. При этом, по последним оценкам Пентагона, на войне в Украине были убиты и ранены более 100 тысяч российских военнослужащих. Такие данные еще три недели назад озвучил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. По его словам, Украина понесла потери подобного же масштаба. Украинское Министерство обороны в последний раз сообщало о потерях в конце сентября. Тогда озвучивалась цифра в 9 тысяч человек убитыми. Министерство обороны России в последний раз отчитывалось о потерях тоже в сентябре, сообщив о гибели на войне против Украины 5937 человек. При этом, русская служба BBC совместно с Медиазоной и командой волонтеров ведет поименный список потерь российских военных в Украине на основе подтвержденных сообщений о гибели. По этим данным, в ноябре количество погибших превысило 9 тысяч человек. Я подчеркну, что эти данные на основе только подтвержденных сообщений о гибели. Реальное количество убитых, вероятно, намного выше. В Украине из-за российских ракетных ударов повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции. Об этом глава национальной энергетической компании Украинерго Владимир Кудрицкий рассказал в интервью украинскому изданию NY Business. По его словам, начиная с 10 октября Россия произвела 7 массированных ракетных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. По словам Кудрицкого, наибольший урон украинской энергосистеме принесла последняя атака 23 ноября, то есть неделю назад. Глава Украинерго подчеркнул, что суть объединенной энергосистемы в том, что потребители получают электроэнергию не только от ближайшей электростанции. И массированный ракетный удар России направлен именно на то, чтобы сделать невозможной доставку электроэнергии из других регионов Украины в другие. Глава Украинерго считает, что российская армия еще не отказалась от этого плана и будет пытаться его реализовать. А поэтому Украина должна быть готова к новым атакам. И одно из таких массированных ракетных атак в Украине опасались вчера. О том, что Россия на этой неделе вновь может нанести массированный ракетный удар, предупреждали украинские власти и военные. По всей территории Украины вчера звучали сигналы воздушной тревоги. По данным воздушного командования ВСУ, накануне действительно была угроза удара наземным ракетным вооружением. О военно-морских силах сообщили, что впервые за последние дни на боевое дежурство в Черное море вышли 12 российских кораблей, в том числе носитель крылатых ракет «Калибр». Украинские власти призывают ни в коем случае сейчас не игнорировать сигналы воздушной тревоги. И к нашему эфиру присоединяется Иван Кричевский, военный эксперт «Дефенс-экспресс». Иван, здравствуйте. Доброе утро. Вы понимаете, почему все так ждали накануне ракетного массированного удара России по Украине, но этот удар не состоялся? На самом деле ждать такого удара было два основания. Открытых источников и, скажем так, то, что поступает нашим военным, судя по всему, по агентурным источникам. Вот, скажем так, вот эти сообщения о том, что в эти дни может быть массированный ракетный обстрел, были именно, ну, похоже, за агентурных источников, судя по характеру этого текста, который, скажем так, разного рода рабочих чатах распространялся. Что касается открытых источников, ну, вот, скажем так, в разного рода сообщениях фигурировал аэродром «Энгельс» на севере России, ну и вчера появился спутниковый снимок, сделанный 28 ноября. Ну и на этом снимке можем увидеть, что на этом аэродроме условно готовы к вылету стоят там 4 бомбардировщика Ту-160 и 14 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Таким так, этого для удара более чем достаточно, тем более, что обычно Россия применяет в водном налете порядка 10 стратегических бомбардировщиков, но если считать суммарную боевую нагрузку, которую могут взять эти самолеты с собой, то это порядка 130 крылатых ракет. Плюс еще там стояли, скажем так, некоторые самолеты обеспечения, например, 4 вздушных танкера Ил-78. Поэтому, скажем так, были все 90% аргументов опасаться этого ракетного удара. Почему с другой стороны не получилось? Ну потому что Россия, когда она готовит очередную массированную ракетную атаку по Украине, она пытается всячески, скажем так, создать туман войны. Например, ввести в заблуждение нашу разведку противоздушной обороны, начинает там, скажем так, проводить какие-то демонстрационные полеты с тем, чтобы заставить, сигналить всю нашу систему ПВО. Проводит там доразведку в то же время, где стоят зенитно-ракетные комплексы, прокладывает маршрут, ищет лазейки, как проложить маршруты для полета ракет так, чтобы наши ЗРК их не задели. Поэтому здесь очень, скажем так, когда Россия готовит очередной ракетный удар, она ведет, к сожалению, очень сложную интеллектуальную игру, но и ошибиться в трактовке результатов этой игры, ну, весьма несложно. Что, собственно, вчера и случилось. Но то, что вчера не состоялась ракетная атака, отнюдь не означает, что Россия, в принципе, не планирует, хотя бы потому, что вот это вот специфическое сообщение, которое там вчера вводило командование вздушных сил, что тревога по всей Украине за то, что готовилась атака наземным ракетным вооружениям. Очевидно, наши военные здесь намекали на то, что Россия вовела на стартовые позиции комплекс «Искандер-К» с крылатой ракетой, которая может бить на дальность порядка 1500 километров, и что специфично, вот по этим крылатым ракетам типа 9М728, официальной статистики нет, что как бы намекает, что даже в таком аспекте запасы ракет у россиян значительно больше, чем ожидалось ранее, и, соответственно, готовность нанести очередной удар по объектам нашей энергетической инфраструктуры у них уже опять достигнута. Тем более, что даже в предыдущих циклах обстрелов для подготовки нового удара россиянам надо было от одной до двух недель, но и здесь вполне логично ожидать, что россияне будут пытаться сократить цикл подготовки к любому следующему удару. Сократить период массированных ударов. А вообще, вот прошла неделя, ровно неделя с предыдущего массированного ракетного удара России. Сейчас вот чисто математически можно ли уже прогнозировать, что Россия несет ракетный удар через 10 дней, через 7 дней? Вот в том-то и проблема, что, почему, скажем так, слишком благородно высказалось в адрес российских террористов, что они уйдут в сложную интеллектуальную игру, потому что они при этом пытаются сделать так, чтобы, знаете, нивелировать любые там эмпирические признаки, когда, мол, следует ожидать ракетной атаке. Знаете, даже буквально со мной вчера в эфире нашего телевидения случился интересный казус. Вот ведущий спрашивает, я заявляю эмпирический критерий, что вот, как правило, этому следует сообщение СБУ, что они поймали очередного корректировщика. Буквально в прямом эфире оказывается, что СБУ поймало очередного корректировщика, через 4 часа прозвучала воздушная тревога, но, к счастью, ничего не случилось. То есть, получается, даже вот такой вот, казалось бы, последний железобетонный критерий, что вот все, если поймали корректировщика на горячих следах, значит, будет удар, уже не сработало. Значит, здесь уже сложно предсказать, когда этот удар может состояться. Я вас понимаю, но все этот удары в ближайшие дни все равно ждут. Если поговорить о другой математике, вот по данным Украинского Минобороны, в этом году в России произвели почти 300 ракет. Но только за два месяца Россия произвела выстрелов по Украине больше 300, то есть там 330. Учитывая такую математику, можно здесь ли спрогнозировать, когда эти массированные ракетные удары могут прекратиться? Здесь тоже, как бы, рано делать какие-то выводы. Чисто потому, что, ну, во-первых, даже там, да, Россия, с одной стороны, Россия, в самом деле, отстреливает крылатых ракет, звуковых крылатых ракет со своих стратегическим абордировщиков, разы больше, чем успевает производить. С другой стороны, конец года еще не закончился, и россияне явно успеют изготовить до 60 крылатых ракет, типа ХАВ-101, и до 60 ракет калибра. Ну, и здесь смотря, как они рассортируют, потому что, ну, один-два ракетных удара, массированных, до конца этого года не успеют изготовить. Если опираться на те данные Минобороны Украины, которые она называла, то, скажем так, если брать среднюю цифру, что в одном ударе россияне стреливают порядка 70 крылатых и баллистических ракет, россиян есть запас, как минимум, еще на, знаете, от 5 до 8 ракетных атак минимум. Это без поправки на то, что россияне не потеряли возможность производить крылатые ракеты, и даже наоборот, с поправкой на военное время они темпы производства увеличили. Но есть еще другие там специфические моменты. Мы уже с вами упомянули, есть у них крылатые ракеты комплексом «Искандер», и эти ракеты почему-то в статистике не проходят. И сколько их тоже неизвестно? К сожалению. Если так вот почитать приблизительно, вы говорите о том, что есть на ракетных 5-8 атак, если Россия совершает ракетные удары там раз в 10 дней, получается, что там до 80 дней, то есть всю зиму может Россия осуществлять эти ракетные массированные удары? Тем более, что, скажем так, мы с вами здесь обсуждаем наличие россиян запаса ракетных дозвуковых крылатых, а россиян еще осталось, к сожалению, порядка 300 крылатых сверхзвуковых ракет типа Х-22, которыми они пытались обстреливать нашу гражданскую инфраструктуру, иногда это у них получалось, и при помощи которых они, например, уничтожили Кременчугский нафтоперерабатывающий завод, ну, Кременчуге, крупнейший производитель топлива. Есть у них еще ракеты, скажем так, меньшего радиуса действия, и поражать какую-то критическую инфраструктуру на удалении порядка 100-150 километров трения фронта, к сожалению, у них тоже есть там свои возможности. Знаете, вот даже для иллюстрации, в городе Запорожье, например, последние несколько недель там не фиксируется пролет именно дозвуковых крылатых ракет, но этот город постоянно обстреливается комплексами С-300, и там, как заявляют Минобороны наши, у россиян есть таким комплексом минимум 6 тысяч ракет. Поэтому здесь, к сожалению, слишком рано предсказывать, когда ракетные обстрелы России могут закончиться. Я вас понял. Спасибо большое за вашу аналитику. Я так понимаю, что никто сейчас не может спронозировать, когда эти российские ракетные атаки закончатся, когда будет следующий массированный ракетный удар. Но при этом я точно знаю, что в Украине сейчас этот массированный ракетный удар ждут, и к нему готовятся. Украинские власти, напомню, призывают не игнорировать знаки воздушной тревоги. Иван Гречевский, военный эксперт Деф-экспресс, был гостем нашего утреннего эфира. Спасибо вам огромное. В ожидании новых ракетных атак России в Украине разворачивают 4000 специальных пунктов незламности, или по-русски несокрушимости. Это специальные палатки, либо помещения для населения, в которых будут присутствовать электричество, связь, подвинено тепло, вода. Инициатором стал президент Украины Владимир Зеленский. А вот воплощать его идею в жизнь должны местные власти. Пока не во всех регионах удалось наладить эту работу. Например, в Киеве около 20%, то есть каждый пятый, так называемый, пункт несокрушимости во время инспекции оказался закрытым. Правящей партией Украины «Слуга народа» обвинили в плохой работе власти Киева. В свою очередь, мэр украинской столицы Виталий Кричко обвинил «Слуг народа», мол, это они занимаются политикой. Наши корреспонденты решили сами проверить пункты несокрушимости в Киеве. И вот, что они увидели. Об открытии пунктов несокрушимости говорят на уровне правительства, говорят на уровне мэров городов. А мы решили проверить, все ли там хорошо. Для этого просто открываем специальный сайт «Neslamniz.gov.ua» и смотрим ближайшие пункты, которые есть рядом с нами. Планируем обойти 3-4 таких места. Итак, движемся на первую точку. Пункт оборудован в школе. Буржуйка какая-то, печка, тут дрова стоит на улице. Не знаю, это для приготовления еды, но точно не для обогрева. Хотя... На входе генератор пока выключен. Нас встречает учитель физкультуры и соглашается провести экскурсию. Чайник, горячая вода есть. Значит, ну пока мы вот так вот оборудовали место. Выясняется, что печка на улице таки для обогрева. Это буржуйка, да. Люди могут прийти також погреться. Там при надобности мы можем поставить там кипяток, чай погреть. В этом пункте есть даже одноразовые зубные щетки. Наверное место для спиня будет, видите. Директор школы, где оборудован пункт, рассказывает, что они принимают людей еще с прошлой недели. Сейчас генератор выключили, так как есть электричество. Единственное, что бросается в глаза, это журнал посетителей пункта несокрушимости. И в нем нет записей. А мы идем по следующему адресу. Здесь, видим, тоже все подготовлено. И этот пункт, судя по журналу, пользуется у горожан популярностью. Пускают сюда обогреться всех, но по паспорту. Объясняют, почему, и просят охрану. Приходят вечеря, особенно, когда группа продолженного дня, приходят разные люди. Бывают и выпивки, и неадекватные, которые решают, что они имеют право ходить по всей школе и делать все, что хотят. Это третий пункт несокрушимости. Он находится в медицинской гимназии. И вот объявление во время учебного процесса пункт несокрушимости не работает. Вин або есть тут, этот пункт несокрушимости, або его не имеет. Так он есть, а его не имеет? Почему это его не имеет? Он есть, но он работает с определенной часа. Да, он будет работать, когда дети закончатся обучающий процесс, они пошли. И мы можем уже тогда заниматься пунктом несокрушимости. Выясняется, что их генератор здесь пока не запускали, но уверяют, что электричество у них не выключают. Генератор есть, должны дать ему какое-то масло. Мастило уже есть, мы его должны запустить. И эти дни он тоже пройдет опробование, мы научимся ним пользоваться. А мы тем временем идем в последний пункт в нашем списке. И там темно. Мы пункт несокрушимости. Здесь видно, что готовились. Есть даже обеды для людей, которые сюда придут греться. Но генератор, который тоже уже подготовили, подключить не успели. Так, а сейчас светла нет, не можно подзарядиться до вас? На жаль, сейчас не можно. На жаль, сейчас не можно, потому что генератор не подключен. Наш мониторинг показал, если бы в тот момент, когда мы проверяли пункты несокрушимости, наступил блок-аут, то готовыми к нему оказались бы только два из четырех. Андрей Кузаков, Василий Мартыщенко. Настоящее время. Украина. Из-за российских атак на украинскую энергоинфраструктуру, НАТО увеличит поставки Украине топлива, лекарства, а также теплые экипировки для военных. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Толтенберг. Нам нужно держаться вместе, потому что в интересах нашей безопасности не допустить победы президента Путина. Такая победа будет сигналом о том, что авторитарные лидеры могут добиться своего, применяя грубую военную силу. О том, какую помощь НАТО может оказать Украине в контексте российских ударов по украинской энергетике, вчера в Бухаресте обсуждали министры иностранных дел стран Альянса. Украине уже пообещали генераторы, трансформаторы и другое оборудование, необходимое для срочного восстановления энергосетей после российских атак. Первая партия такой помощи должна была отправлена в Украину в ближайшие дни. По данным газеты New York Times, сейчас американские дипломаты работают над организацией рабочей группы для координации таких поставок. Но при этом украинские политики продолжают напоминать НАТО, что Украина все так же сильно нуждается и в оружии. Ускорить поставки вооружения Киева вчера призывал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулева. «Мы благодарны за то, что уже сделано, но война все еще продолжается. Мы доказали, что можем бить Россию. Мы доказали, что можем побеждать. Вместе, в интересах евроатлантического пространства и всего мира. Но решения о предоставлении оружия, о запуске новых производственных мощностей оборонпрома на Западе должны приниматься быстрее. Поставки оружия также должны происходить быстрее». Ранее сообщалось о том, что НАТО вновь рассматривает возможность передачи украине истребителей МиГ-29 и американских F-16. Но сейчас это идеи в США считают не первостепенной. Представитель Пентагона уточняет, что речь идет не только об истребителях, но и об обслуживании и обучении украинских военных. То же самое касается и современных систем противовоздушной обороны «Патриот». Поэтому сейчас США не считают вопрос их поставок приоритетным, но концентрируются на поставках Киеву других систем ПВО. Помощь Украине продолжает обсуждать на саммите министра иностранных дел стран НАТО, которые в эти дни проходят в Румынии. В Бухаресте работает наш корреспондент Заверна Степаненко. Заверн, привет. Опять рад видеть тебя в нашем эфире. Рассказывай, пожалуйста, подробности. Доброе утро, Вова. Ну, всем привычен, если это уместная формулировка, тот факт, что в НАТО обсуждают и предоставляют военную помощь Украине, летальную на уровне стран-членов и нелетальную в рамках комплексного пакета Альянса. Но на этой встрече союзники концентрировались и на энергопакетах, чтобы помочь украинцам, оставшимся вследствие российских обстрелов, без газа и тепла пережить зиму. Нужно чинить электросети. И, в общем-то, с этим были согласны все союзники НАТО. И они обсуждали в разных форматах, собственно, как это сделать и что привнести, какие детали, чтобы это стало возможно. Трансформаторами, также автоматическими выключателями, ограничителями, также другими системами делятся Соединенные Штаты. И в Госдепартаменте сообщили, что доставка будет оперативной. Сказали, что общая стоимость пакета будет 53 миллиона долларов. Ну и также в Германии и в немецком правительстве объявили о том, что жертвуют дополнительно 350 генераторов. Ну, собственно, Генсек, когда выходил с журналистом, сказал также, что обязательства на себя взяли все союзники. То есть и на уровне НАТО будут помогать Украине чинить энергоинфраструктуру, для того, чтобы, соответственно, миллионы украинцев, оставшиеся без света и тепла, могли пережить зиму, которую назвал Генсек, вот Путин использует как оружие против Украины. Союзники взяли на себя дополнительные обязательства по комплексному пакету помощи НАТО для Украины. Это будет финансировать срочную нелетальную поддержку, включая топливо и генераторы, и помогать Украине преодолеть последствия российских ударов по ее энергосистеме. Не только чинить, но и также защищать от, собственно, на дальнейших разрушений, как и чем прикрывать объекты критической инфраструктуры Украины, а эта тема тоже была в фокусе союзников. Нужно обеспечить боеприпасами и запчастями системы противовоздушной обороны, уже вставшая на защиту украинского неба, говорил Генсек, но обсуждается, добавил и возможность предоставления новых также комплексов, таких как, например, Патриот, способных уничтожать баллистические ракеты малой дальности, крылатые ракеты и самолеты. Дискуссия на эту тему продолжается, подтвердил Генсек НАТО, что вызвало незамедлительную, я скажу так, реакцию в Москве, потому что Дмитрий Медведев назвал эти комплексы законной целью. После ракет, упавших на территорию Польши, Германия предложила ей свои Патриоты, и это повторил Олаф Шольц буквально накануне, немецкий канцлер. Но вот в Варшаве сочли, что украинскому небу эти комплексы нужнее. Но вот в Германии согласиться с этим не торопились, отмечая, что предпочитают оставить Патриоты частью интегрированной системы ПВО НАТО. Тем не менее, то, что Патриот таки могут встать на защиту Украины, подтвердили и в Пентагоне, о чем сообщает СНН со ссылкой на высокопоставленного представителя оборонного ведомства Соединенных Штатов. И он сказал, что все возможности на столе. Эту цитату приводит СМИ и добавил также, что противовоздушная оборона Украины это один из главных приоритетов Вашингтона. Для Киева, чьи интересы и запросы в Бухаресте, как я говорила, представляет Дмитрий Кулеба, важно и что поставляет, но не менее, также важно, когда поставляют, сказал нам украинский министр. Ну и Дмитрий Кулеба здесь проводит ряд двухсторонних встреч с коллегами, союзниками по НАТО, также участвовал в совместном рабочем ужине. Не было только заседания комиссии Украина-НАТО, которое, напомню, Венгрия блокирует с 2017 года. В общем, заявление союзники накануне также подтвердили готовность наращивать поддержку Украины, политическую и практическую, и сколько потребуется. Ведь военная помощь Украине – это лучший способ достичь мира. Как бы парадоксально это не звучало, сказал генсек. Ну, подтвердили также то, что здесь, в этом же городе и в этом же здании было заявлено НАТО 14 лет назад в Украине и Грузии. И тогда сказали, что они станут членами альянса. Ну, вы знаете, что с тех пор для обеих стран многое изменилось. Но что в той декларации, что в этой сроке, когда же это случится, не упоминаются. Сейчас фокус на срочной, так сказать, поддержке Украины, отметил генсек, чтобы она, соответственно, могла и в дальнейшем противостоять российской агрессии. Вова. Заряна, спасибо тебе большое, заслушался тебя. Заряна Степаненко работает на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Румынии. Спасибо огромное. Ну, а теперь от разговоров о обсуждении помощи Украине переместимся туда, где эта помощь больше всего нужна – на Донбасс. Аккупационные власти и военные блогеры преувеличивают успехи российской армии в боях под Бахмутом на Донбассе. Об этом в очередной сводке заявляет аналитика Американского института исследования войны. Там изучили спутниковые снимки и определили – Бахмут находится под контролем ВСУ и пока нет предпосылок говорить, что город окружен российскими военными. Ранее об успехах в боях за Бахмут заявлял глава так называемой ДНР Денис Пушилин. Бахмутское направление сейчас остается самым сложным на фронте. Сами же военные называют боевые действия там мясорубкой и говорят, что по интенсивности происходящее под Бахмутом можно сравнить с боями во время Первой мировой войны. Там практически круглосуточно работает артиллерия, стреляют из минометов и гранатометов. За день по Бахмуту огонь открывают несколько сотен раз. Большинство зданий частично или полностью разрушены. О том, что рассказывают сами же военные, которые сейчас находятся на Донбассе, в сюжете Юлии Горичевой. Чтобы показать свои окопы, военнослужащий ВСУ с позывным «Биркитам» ведет журналистов по обычной, говорит в эту пору, полевой дороге. И уточняет. Это еще ничего. Неделю назад тут было по колено воды. Все из-за дождей. Военные подшучивают. Сейчас выражение «танки грязи не боятся» в самый раз. Машина быстро двигается по раскисшей дороге и занимает боевую позицию. Где-то недалеко отсюда бойцы ВСУ разворачивают еще и систему залпового огня «Бурови». Ее разработали в Украине для замены советских ураганов. Ожесточенные бои под Бахмутом продолжаются уже несколько месяцев. В институте изучения войны, говорят, российским войскам удалось взять под контроль несколько сел рядом с городом. Однако основные транспортные и логистические узлы под Бахмутом контролируют ВСУ. Из-за постоянных обстрелов, перекрестного огня сам город очень сильно пострадал. Улицы и дома разбиты. Бойцы ВСУ говорят, мобилизация в России усложнила ситуацию на фронте. И в украинских и в российских телеграм-каналах каждый день появляются кадры боев под Бахмутом. И одна и другая сторона заявляют об огромных потерях у противника. Украинских раненых доставляют в госпитали Бахмута и в часа в Яр, чтобы предоставить необходимую первую помощь, рассказывает парамедик Палыч. Он каждый день забирает бойцов с линии фронта. Медики говорят, этот военнослужащий попал под огонь артиллерии. В часовом Яре его забирает другая команда врачей, которые находятся здесь круглосуточно. О потерех в боях под Бахмутом ни с российской, ни с украинской стороны официальных данных нет. Однако сами военные говорят, эта битва может войти в историю как одна из самых кровопролитных. Юлия Горичева, Настоящая Грязь. И к нашему эфиру присоединяется военный эксперт Роман Свитен. Роман, здравствуйте. Приветствую. Все похоже на то, что российские войска действительно продвигаются на Донбассе и смогли захватить четыре села к югу от Бахмута. Что вам известно? Никуда они там не продвигаются. Это информационные вбросы российских пропагандистов в основном. Те движения, которые сейчас есть на Донецком фронте, они происходят постоянно в течение нескольких месяцев, как минимум с конца весны. То есть выходят на позицию, одни силы там, где усиливаются, дальше работает артиллерия и их отодвигают обратно. Само движение такое знакопеременное. Ничего сверхординарного, чем было в течение нескольких месяцев, абсолютно не происходит. То есть получается, что по нескольку раз за некоторое время один населенный пункт меняет один флаг на другой? Ну, даже флаги не меняют. То есть сам по себе населенный пункт, они в основном там разбиты. То есть вот вы правильно показывали кадры даже Бахмута. То есть это развалины населенных пунктов, которые военными воспринимаются не как населенный пункт, а как какой-то укрепрайон с максимум полметра-метр бетонными укреплениями, которые остаются от домов. Не более того. Потому на линии фронта, населенный пункт, если там эта линия фронта стоит уже несколько месяцев, от населенного пункта практически ничего не остается. Это просто развалины. Роман, а можно ли сейчас сравнить эту ситуацию, которая сейчас происходит возле Бахмута, с той ситуацией, которая была летом возле Северодонецка-Лесичанска? Сейчас даже хуже, я бы сказал, именно в самом районе Бахмута, так как в то время в районе Северодонецка было меньше сил собрано, чем сейчас в районе Бахмута. Но у нас лучшие позиции в этом смысле. То есть количество войск у россиян больше, но позиции у нас лучше, так как за Бахмутом у нас не речка, а Северский Донецк, как была за Северодонецком, а за Бахмутом у нас еще укреп район и Славянска-Карматорска, и несколько тысяч километров Европы. Потому у нас очень крепкий тыл, потому мы в Бахмуте стоим, стояли-стоим и стоять будем, а сейчас уже начинаем и двигаться. Где-то уже в течение суток, как минимум, перестали идти дожди, подморозило очень сухой и сильный ветер, уже практически высушил почву, по крайней мере, несколько десятков сантиметров почвы. Она как быстро мокнет, донецкий чернозем, он довольно-таки специфичный, он быстро намокает, но очень быстро сохнет, так как летом в основном сушит. Потому сейчас, буквально в ближайшие дни, мы увидим обратное движение, реверсное движение фронта. Наши войска там прошли, сейчас происходят ротации, практически уже прошли везде, в районе Бахмутского направления. Произошли ротации, зашли свежие резервы и переброшенные с правого берега, кстати, неиспользованные резервы, россияне успели убежать с правого берега. Потому как раз в районе Бахмута сейчас свежие силы, и в ближайшее время, я думаю, до выходных, мы увидим реверсное движение фронта. И придется информаторам россиян говорить об реверсном наступлении, так называемом. Потому будут возвращаться либо обратно, либо покидать уже свои позиции. В украинском сегменте Фейсбука это называют отрицательным наступлением. Но тем не менее, Роман, я припомню, что активные бои за Бахмут начались с июля месяца. То есть продолжаются они уже 5 месяцев, ФСО или другой интенсивностью. Вы можете объяснить, чем так важен Бахмут для российских военных? За Бахмутом, если на запад от Бахмута, идет водовод, который питает Донбасс. Это водовод, который забирает воду из-под райгородка, это Славянск, восточная Славянска. С северского Донца забирается вода. И за Бахмутом в районе Часовьяра проходит водовод и поднимает воду в Горловку. И дальше на Донецк в Верхнекальмевское водохранилище. А оттуда уже это самый верх. Оттуда уже вода растекается по всему Донбассу, питает Донецк и до Мариуполя включительно. Сейчас Донбасс без воды буквально как минимум полгода. Там дают воду на три часа раз в неделю. То есть оккупированная часть Донецкой области, насколько я понимаю? Да, Донецк и оккупированная часть Донецкой области. Потому без этого водовода они на Донбассе просто не могут существовать. Ни гражданские, ни военные, естественно. Им этот водовод нужен. Они бьются об Бахмут, а Бахмут не дает им просто подойти к этому водоводу. То есть не взяв Бахмут, они не получают воду. Это примерно та же картина, как они из Крыма выходили в сторону Новой Каховки. Опять же, за водой. А Донбасс это очень сухой регион, потому без этого водовода они жить не смогут. А Бахмут очень хорошо укрепленный район. Особенно после того, как россияне превратили его также в руины. Они сейчас... Это прифронтовой город, это практически руины, по крайней мере, по востоку. Но эти руины очень хорошо оборонять. То есть для обороны это очень хороший укрепрайон. А вот если не оборонять, российские провоенные телеграм-каналы вчера активно сообщали о том, что ЧВК Вагнера продвинулись к часам в Яру, что вот уже Бахмут окружен. Украинские военные мне эту информацию, конечно, опровергают. Вообще, насколько велики шансы того, что Бахмут могут окружить российские военные? Это просто нереально. Дело в том, что с востока и с северо-востока Бахмут прикрывает Солидар и дальше северская группировка. То есть она, получается, нависает над Бахмутом и прикрывает Бахмут с востока. А с юго-запада это Константиновка, Дружковка, Часавьяр чуть западнее от самого Бахмута. Там также очень мощная группировка, там считается пока еще тыл. Потому обойти Бахмут у них просто не получится. Любое продвижение войск либо с севера Бахмута, либо с юга Бахмута, оно останавливается фланговыми ударами наших войск. У них просто не хватает оперативного простора для того, чтобы выполнить определенные действия. Они могут группами, какими-то тактическими, малыми тактическими группами просачиваться, но тут же их с флангов накрывает наши войска. Потому с военной точки зрения это просто невозможно выполнить. Потому когда начинают говорить о том, что там окружили Бахмут, его просто невозможно окружить, именно его само расположение. А за Бахмутом еще находится Славянско-Карматорская группировка. Это очень большая агломерация, раза в три больше самого Бахмута, она его также прикрывает. Потому и высотки, та же гора Карачун в районе Карматорско-Славянско. То есть сама высота идет в сторону Славянско-Карматорской группировки. Знаете, вот за девять месяцев полномасштабного вторжения России в Украину, я вот наблюдал не раз картину, когда, например, все ждут, что сейчас в ИСУ пойдут на Херсон, и тут оказывается, что контрнаступление продвигается в Харьковской области. Потом все ожидают, что вот-вот в ИСУ пойдут в Запорожскую область, и тут российские военные отходят из Херсона. Сейчас, когда все, вроде бы, как говорят, уже там за Бахмут, за самую тяжелую ситуацию в Бахмуте, можем ли мы увидеть, что вдруг ИСУ пойдут на самом деле в самом неожиданном другом месте? Есть вероятность, как минимум, с четырех точек, где ИСУ могут сейчас уже на сегодня, на сегодняшнее утро, уже могут двигаться, так что действительно подсохла почва, и можно начать движение. Первое – это Сватова, то есть уже подсохла почва, и из-под Сватова можно выходить, форсировать реку Красную в районе Сватова, южнее, севернее, в зависимости от задачи, и дальше начинать двигаться в сторону Луганска, на счастье, в сторону Луганска. Второе направление, которое также очень вероятно, это выход на Азовское побережье. С любой точки Запорожьего фронта, от Запорожья до Донецка, это либо Углидар, либо Гуляйполе, либо Орехов, выход на Бердянск, Мариуполь или Мелитополь, выход на побережье Азовского моря. Это рассечет российскую группировку, и из Крымско-Керсонской группировки получится такой оперативный котел после повторного, особенно, нанесения удара по Крымскому мосту. И очень вероятно сейчас движение наших войск в районе Новой Каховки. Именно здесь россияне ждут удара от нашего форсирования Днепра в районе Каховской гидролекостанции, вывозят из Каховки, из Новой Каховки оккупационную власть и начинают эвакуацию. То есть, в принципе, три направления основных, и район Олешек, и Кинбургской косы, также нашими оперативными группами уже контролируются, и, в принципе, и там может начаться движение. Потому с любой из четырех точек россияне, понимая, что у нас будет бросок, они просто начнут уходить. Может быть, даже не дожидаясь нашего броска, мы можем это услышать буквально в ближайшие дни и недели. Что ж, будем ждать новостей с фронта. Спасибо большое за вашу аналитику. Военэксперт Роман Свиттен был гостем нашего эфира. Ну, один из лидеров белорусской оппозиции, Мария Колесникова, из колонии попала в реанимацию. Бригада скорой помощи забрала Колесникову в понедельник, но узнать какие-либо подробности о ее состоянии адвокат смог лишь спустя сутки. У Колесникова хирургическая патология. Ее прооперировали в понедельник, сообщает телеграм-канал еще одного заключенного оппозиционера Виктора Бабарико. Сейчас состояние оппозиционерки улучшилось, но остается стабильно тяжелым. Сегодня ее должны перевести в хирургическое отделение. Ранее стало известно, что администрация колонии поместила Марию Колесникову в штрафной изолятор. Адвоката к ней не допустили. У защиты не было информации, сколько оппозиционерка находится в ШИЗО. Я напомню, Мария Колесникова на президентских выборах 2020 года сначала возглавляла штаб незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, а затем работала в штабе Светланы Тихановской. Силовики задержали Колесникову в сентябре 2020 года и попытались выдворить из страны, но на границе оппозиционерка порвала паспорт. Год спустя суд приговорил Марию Колесникову к 11 годам заключения по делу о попытке захвата власти. О том, что Колесникову госпитализировали, ее адвокат и родственники узнали случайно. Администрация колонии об этом ни родственникам, ни адвокатам Колесникова ничего не сообщила. Об этом в эфире программы «Вечер» рассказала сестра Колесниковой Татьяна Хомич. Стало известно, это абсолютно случайно, хочу акцентировать на самом деле здесь внимание, что из неофициальных источников стало известно, что Мария находится в больнице сегодня, после обеда, и действительно адвокат, посетив больницу, ему подтвердили эту информацию. И сегодня же, еще до обеда, он посещал колонию, где, конечно, хотел же встретиться с Марией после ШИЗО, хотел узнать какие-то новости о ней, о ее состоянии после ШИЗО. Ему отказали встречи с Марией и даже не сообщили, что она находится в больнице и что что-то с ней случилось. Я надеюсь, что завтра такая возможность будет, и все-таки и врачи могут сообщить более детально, что произошло, что случилось. Связано ли это как-то с посещением Марии в ШИЗО? Потому что, конечно, хочу напомнить, что содержание ШИЗО – это такая камера одиночного заключения, очень маленькая, где заключенные спят без постельной одежды, где они должны находиться фактически стоя все дневное время с 9 утра до 5 вечера. Они не могут отдыхать, они даже не могут фактически присесть. Зачастую это нахождение без даже зубной щетки, зубной пасты и элементарных гигиенических принадлежностей. Возможно, даже может не быть смены одежды, а срок содержания в ШИЗО для политзаключенных – не менее 10 дней. 17 ноября, когда адвокат посетил Марию, она уже предполагала, что она будет в ШИЗО по якобы трем надуманным нарушениям с ее стороны, что она находилась в рабочее время в нерабочем месте, и якобы она кому-то нагрубила. Хотя сама Мария, конечно, прокомментировала это, что она никогда никому не грубила и не собирается этого делать, и всегда общается вежливо и с заключенными в колонии, и с представителями, и с сотрудниками колонии. Жалоб не было от нее. Папа посещал Марию около месяца назад, в конце октября. Наконец им разрешили встречу. Первый раз за год. Это была четырехчасовая встреча. Она выглядела хорошо, чувствовала себя тоже хорошо, улыбалась, как всегда шутила. Была очень сильной, жизнерадостной. Мне тоже будет очень интересно узнать, что значит хирургическая патология, и что вообще могло привести к операции. Тем более такой внезапный и такой срочный. 12,5 тысяч зрителей сейчас смотрят нашу прямую трансляцию на YouTube-канале. Я хочу попросить вас поставить лайк этой трансляции, чтобы вы видели еще можно, как можно больше людей. А еще, если у вас есть информация, которую вы хотите поделиться с нашей программой, или история, которую вы хотите рассказать нашим журналистам, напишите нам письмо на электронный адрес morning.sobachka.currenttime.tv Вы сейчас видите его на своих экранах. Все ваши письма внимательно читают наши журналисты. Сейчас вернемся в Украину. Российские военные при отступлении из Херсонской области Украины вывезли заключенных украинских тюрем в 10 колоний на территории России. Об этом сообщает издание команды Алексея Навального «Сирена», ссылаясь на собственные данные и информацию правозащитных проектов «Русь сидящая» и «ГУЛАГу нет». Родные украинских заключенных, с которыми поговорила «Сирена», рассказали, что в мае заключенных из колонии в Херсонской и Николаевской областях начали свозить в исправительную колонию номер 7 в Старой Сбурьевке, в 50 километрах от Херсона. За две недели до отступления российских войск из Херсона в ноябре российские военные стали перевозить заключенных в колонии России. Родные заключенных рассказывают, что первоначально они установили три российских колонии в Краснодарском крае и Волгоградской области, куда вывезли 2,5 тысячи украинских граждан. Правозащитники также выяснили, что украинские заключенные появились и во Владимирской области. «Сирена» опубликовала карту, на которой отметила 10 колоний, куда предположительно вывезли заключенных. Большинство из них находится в Краснодарском крае. Правозащитники получили несколько сообщений, что через месяц украинцев планируют начать распределять по другим колониям в России. По информации Владимира Осечкина, с украинскими заключенными, прибывающими в российские колонии, обращаются жестко, против них применяют электрошокеры. По его данным, с украинцами работает отдел специального назначения УФСИН, а от российских заключенных их изолируют. Но вот удивительно, что в плену у российской армии оказываются не только украинские граждане. Фактически в плен российское командование берет в том числе и российских же военных, которые, побывав на фронте, отказывались воевать против Украины. Трое российских военных обратились в Следственный комитет России, требуя расследовать, почему их удерживали в подвалах на захваченных Россией украинских территориях. Об этом накануне сообщил российский правозащитник Павел Чиков. Речь идет о российских контрактниках, которые в августе отправились на фронт в Луганскую область. Двое из них, Александр Афонин из Москвы и Андрей Васильев из Пскова, требуют от Следственного комитета возбудить дела по статьям о незаконном лишении свободы, похищении человека и превышении полномочий. Эти военные заключили контракт из Министерства обороны России в августе, а после отправки на фронт две недели провели в подвале в поселке Зайцево в Луганской области. Тогда в подвалах оказались всего примерно 280 человек, в том числе мобилизованные. Еще одно прощение в Следственный комитет подал житель Приморского края России Михаил Носов. Он был призван по мобилизации 23 сентября. 3 октября он уже оказался на передовой в Донецкой области, а 12 октября Носов отказался от участия в боевых действиях, после чего его отвезли в подвал в село Завитное Божание в Донецкой области. Вместе с ним в подвале оказались еще 17 военнослужащих. Вообще, если вы помните о том, что российских военных, которые побывав на фронте, отказываются туда возвращаться, командование отправляют в подвалы, об этом мы в нашем эфире рассказывали начиная с июля. Об этом писали и другие СМИ. В частности, сообщения о том, что отказавшихся воевать россиян держат в подвалах, приходили из Зайцево и Рубежного, это Луганская область, а также в поселке Брянка. Наш корреспондент Тимофей Рожанский летом общался с матерями российских солдат, оказавшихся в подвалах за отказ воевать. Вот что они тогда рассказывали. Он говорит, я не могу выносить уже, говорит, нас оскорбляют, унижают честь и достоинство ребят. Говорит, мам, я уже не могу так, говорит, общаться, как будто мы не знаем, кто. Мы, говорит, там стояли, воевали три с половиной месяца. А обращение такое, что ужасное обращение, в общем. Пят они на носилках, там вот в чем есть в одежде, там непонятно какие-то матрасы, какие-то одеяла там лежат. А контракт, который хотят в Ростове, не дают. Им сказали, домой вас никто не отпустит. Сначала будет СИЗО, потом ГУБА, потом будет суд там же в Луганской области. И к нашему эфиру присоединяется правозащитник, бывший член Совета по правам человека России Игорь Каляпин. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, эти российские военнослужащие, которые обратились в Средственный комитет, чего-то могут сейчас добиться? Если очень сильно повезет, то, может быть, чего-нибудь добьются. Ну, хотя бы того, чтобы их в покое оставили. Я просто исходя из опыта, совершенно не верю в то, что у нас наши следственные органы, тем более военные следственные органы, в состоянии возбудить какое-то уголовное дело и эффективное расследование провести, ничего этого они, конечно, делать не будут. Ну, если чудо не произойдет. Если не будет принято по этому поводу какого-то политического решения, вот что-то кому-то там продемонстрировать. По другим мотивам у нас права не защищаются в стране. Это я уверенно могу сказать. То есть вы говорите, если повезет, это означает, если будет принято политическое решение, тогда будет возбуждено уголовное дело. Если произойдет чудо, если вдруг наш новнокомандующий верховный, он же президент, решит продемонстрировать, что у нас конституционные права граждан защищаются, вот именно в этот момент он решит вот это продемонстрировать, и вот этим несчастным повезет, и они окажутся фигурантами, потерпевшими в таком вот топовом деле особого внимания, особого назначения, скажем так. А вот вы говорите, что если повезет, то эти военнослужащие, которые обратились в Следственный комитет, то от них могут и отстать. Вы имеете в виду, что их сейчас преследуют? Ну, очевидно. Насколько я знаю, большинство из них либо до сих пор в этих подвалах находятся, либо они вывезены куда-то там, кто в Ростовскую область, кто в Белгородскую область, вот, но они продолжают находиться в местах принудительного содержания, причем в совершенно нечеловеческих условиях. А вообще вот те, кто удерживал российских военных в подвалах, тех военных, которые отказывались воевать, гипотетически их как-то можно привлечь к ответственности сейчас в России? Ну, по закону их не то что можно, их нужно привлечь к ответственности, потому что, во-первых, людей держали в непредназначенных для этого местах, во-вторых, они там находились в совершенно скотских условиях, а в-третьих, они сообщают о том, что к ним применялось жестокое обращение, оскорбление, ну и вплоть до пыток. Ну, конечно, это преступление по российскому закону. Другое дело, что эти преступления у нас и в мир на это время обычно не расследуются. Чего уж тут говорить про специальную военную операцию. Но, тем не менее, Игорь, по информации СМИ, через эти подвалы прошли сотни российских военных, которые отказывались воевать, но, как мы видим, обращаются в Следственный комитет только двое-трое. Вы понимаете, почему так мало? Понимаю. У нас и обычные граждане, которые страдали и страдают от незаконных действий должностных лиц, от превышения должностных полномочий страны, там, сотрудников полиции, сотрудников ФСБ, ФСИН, как правило, ни в какие правоохранительные органы не обращаются. Чего уж говорить про военнослужащих, у которых вообще противостояние с государством началось, противостояние с властью, скажем так, началось с того, что они там отказались чего-то делать. Понятно, что они в этот момент уже были лишены всех своих гражданских прав. А вот, как вы считаете, что следует вот этим военнослужащим, которые отказывались воевать, что им следует делать? Последовать премьеру и подать документы в Следственный комитет? Или все-таки там промолчать и, может быть, там что-нибудь затихнет? Тут каждый должен, безусловно, решение принимать сам и самостоятельно. Но, конечно, для того, чтобы изменить ситуацию, для того, чтобы как-то на это, на все повлиять, для того, чтобы эти безобразия прекратились, нужно такие заявления подавать. Даже несмотря на то, что шанс быть признанным потерпевшим, шанс выиграть какой-то суд и добиться привлечения каких-то должностных лиц к ответственности, желательно к уголовной, он мизерный. Но, по крайней мере, мы это сможем придать огласке. Мы сможем констатировать то, что нарушается закон. Мы сможем как-то это профилактировать, чтобы это не повторялось с другими людьми. Игорь, скажите, пожалуйста, а сейчас вот кто-либо из военнослужащих, который оказывался в подвалах, приходит в комитет против пыток, к вам обращаются, а их там пытали в этих подвалах, нет? Я не знаю. Я уже давно не работаю в комитете против пыток. Я не знаю, есть у них такие обращения сейчас или нет. Хорошо, вы понимаете, что делать вот тем людям, которые подписали контракт, а потом вдруг поняли, пришло озарение, что им не стоит воевать. Как это можно решить так, чтобы не оказаться в подвалах? Это возможно? Ну, насколько я понимаю, существует две возможности. Можно просто отказаться. Вот так, как сделали те люди, о которых мы с вами сейчас говорим, да, почему они, собственно, оказались в подвале. То есть они, находясь на российской стороне, честно, правильно, на мой взгляд, совершенно принципиально заявили своему командованию, что они больше на передовую не поедут, там, по тем или иным причинам. Ну, можно еще в плен сдаться, но с неопределенными последствиями. Я добавлю, что там служба безопасности Украины распространяет информацию, телефон, если вы там оказались мобилизованными, вас призвали, вы оказались на передовую, но вы не хотите воевать, вы можете позвонить, и там служба безопасности Украины обеспечит сдачу в плен. И украинские журналисты, я даже знаю, что потом снимают на видео этих людей, которые сдались в плен, там, как их быт, как с ними обращаются. Мы там по этическим соображениям это видео показать, конечно, уже не можем. Но все-таки, Игорь, вы понимаете, не знаю, может, вопрос не к вам, зачем вот людей, отказывающихся воевать, удерживать в подвалах, вы понимаете, они что таким способом захотят воевать, для чего это вообще делается? Я думаю, что наше руководство, я имею в виду руководство вооруженных сил Российской Федерации, да и гражданские власти, предвидят ситуацию, когда таких отказников будет очень много. И они хотят таким образом просто максимально запугать всех, да, показав, какие вот негативные последствия эти отказы могут вызывать. Этот эффект есть? Действительно военнослужащие там боятся теперь? Не хочу воевать, но боюсь, буду воевать. Чего тут бояться? Ну, тема убить. Многие боятся. Я совершенно точно знаю, что очень-очень многие мобилизованные изначально идут в военкомат, потом едут на фронт, не потому что они воевать хотят, не потому что они украинцев не любят, которых они, которые им ничего плохого не сделали. Они боятся просто уголовного преследования, они боятся того, что их там возбудят уголовное дело, в тюрьму посадят и так далее. Удивительно, да, но при этом не боятся, что их могут убить же и на фронте. Игорь, спасибо большое за этот разговор. Игорь Каляпин, правозащитник, бывший член Совета по правам человека России, был гостем нашего утреннего эфира. Это прямой эфир телеканала Настоящее Время. Мы открываем информационное вещание Настоящее Время каждый день по будням в 9 часов утра по Киеву и Риге и в 10 часов по Минску и Москве. Спасибо, что провели с нами последний час. Включайте на завтра. Сейчас, если вы смотрите нашу трансляцию на YouTube-канале или на Facebook в Настоящее Время, поставьте лайк. Вас зрителей таким образом станет больше. С вами увидимся завтра. Меня зовут Владимир Михайлов. До встречи.